Санкционное давление стало причиной задержки в запуске производства на интинском заводе карбидов и ферросплавов. Здесь планировалось оснащение оборудованием импортного производства. Однако пришлось искать замену. Об этом во время прямой линии на Юргане рассказал мэр Инты Владимир Киселев. Пока на предприятии продукцию не выпускают, но оборудование уже закуплено. Проект проходит экологическую и государственную экспертизу. Завод также работает. 60 человек на сегодняшний день работают. И более 50% это как раз те люди, которые потеряли работу в последней шахте Интауголь. Период установки и запуска первой печи они ставят конец этого года. То есть это 2000 тонн в год карбидокальций. Будет расширяться в планах до 5 и более печь. Поэтому главное, чтобы запустить первую. Второй резидент арктической зоны округа, оленеводческое хозяйство Интинское, расширяет ассортимент переработки и привлекает новых сотрудников. Так, арктический муниципалитет Инта получила 8 единиц специализированной техники. Грейдер, трактор, авторгидроподъемник и 5 автобусов. Автобусы в арктическом исполнении, то есть утепленные, двойное остекление, дополнительные печки. У нас были жалобы по автобусам. Я с этим вопросом обращался к главе. И вот сейчас автобусы пришли. И, конечно, в первую очередь они пойдут по тем маршрутам, где были жалобы. Это отдаленные маршруты до ЖД вокзала, поселок Южный и поселок Восточный. То есть мы их всех распределим по нашим маршрутам. Всего у нас задействовано порядка 11 автобусов по всем маршрутам. Вот 5 из них мы заменим на новые. Владимир Киселев также анонсировал, какие общественные пространства будут благоустроены. Так, например, молодежь города просила установить тренажеры для воркаута. Спортивный инвентарь администрация Инты закупила. Как только погода позволит, на территории спортивной школы юность появится новая площадка.